И поговорим, причем не просто о путешествиях, а о путешествиях по заповедникам России. Автор проекта про заповедники Елена Щепкова у нас на связи. Елена, доброе утро. Доброе утро всем. Елена, давайте в принципе поймем, что есть заповедник, ну то есть много ли их в России и во все ли можно попасть. Потому что кажется, что это такая особо охраняемая природная территория, куда, ну простому человеку, наверное, не всегда есть доступ. Если ты не зубр, тебе туда нельзя. Вот типа да. К счастью, во все заповедники можно попасть, в России их больше ста, поэтому было бы желание, были бы финансовые возможности и время. А что, по финансовым возможностям там все сильно небюджетно? Ну, смотря куда, допустим, из Москвы на Камчатку, правда, сильно небюджетно, а из Москвы в какой-нибудь ближайший заповедник, например, в Московскую, Тульскую или Нижегородскую область, доехать может абсолютно любой. А что, давайте вот ближайший из Москвы, коль скоро мы все-таки находимся здесь. Ну, скажем так, один из интересных заповедников, где мы были, это Керженский заповедник в Нижегородской области. Добраться не так сложно, посмотреть есть что. Там мы занимаемся восстановлением поголовья северного лесного оленя, и их можно увидеть, можно, в общем-то, понаблюдать, как они живут, узнать все о их жизни. Ну, и, в принципе, природа Нижегородской области, река Керженец, это очень красиво и интересно. Скажите, пожалуйста, а, в принципе, вот заповедники, они сейчас открыты и доступны для посещения, ну, учитывая все вот эпидемиологические меры, ограничения и так далее? Или все-таки сейчас там есть какой-то тоже особый режим? Заповедники живут по режиму жизни региона. Если регион закрыт, то закрыты, к сожалению, и посещения заповедников. Если регион открыт, то открыто и посещение заповедников, поэтому на сегодняшний день, прежде чем куда-то лететь или ехать, все-таки лучше связаться и выяснить, готовы у вас там в данный момент.